Привет, ребята! Скажите, пожалуйста, слышно ли нас для начала, как обычно? Потому что мы же ученые, мы не умеем делать так, чтобы что-то работало, мы умеем только ломать. Привет, привет, ребята! Ура! Нас хорошо слышно. С вами снова наука на завтрак. Этим, к сожалению, до сих пор не солнечным и не майским утром. Мы сейчас находимся в тех хабе «Ключ», в нашем любимом пространстве, где будем с вами говорить о науке. С вами традиционно я, меня зовут Артур, я аспирант факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ МНИ Ломоносова, а также руководитель проекта Future Biotec Live, который делает для вас эти стримы. Со мной сегодня мой постоянный коллега Дмитрий Лебедев, научный сотрудник Института биорганической химии, академиков Шемякина и Овчинникова Российской Академии Наук. Много регалий. Мне очень нравится это учреждение, просто я его обожаю. Вот, и у нас сегодня специальный гость, это Иван Гущин, вот он, прошу его приветствовать. Он руководитель группы структурного анализа и инжиниринга, мне на самом деле эта часть больше всего нравится, мембранных систем из МФТИ. Московская физико-техническая система. Ну, я думаю, что наша аудитория более-менее знает, да, физико. Вот, в общем, мы его позвали сегодня сюда, потому что буквально две недели назад, да, меньше, чем две недели назад, его группа опубликовала прекрасную статью Science, и о ней мы сегодня тоже будем говорить, вот. Громче, окей. Еще громче. Да, привет всем, ребят, еще раз. Привет тем, кто смотрит нас уже на Пекачи, на Ютубе, в Фейсбуке, на Гудгейме. Привет, Дарья, привет, Лайла Попкорн. Привет, привет, все ребята. Значит, ну что, поехали. Сегодня, я так понимаю, что мы начинаем тоже с новости не из Science и не из Nature. А, да. Ну, собственно, новость, связанная с журналом PNAS, но начал бы я с реоритического отступления. Все вы смотрели наверняка фильм «99 франков». И там главный герой, рекламщик Октав, намеренно опаздывает на полчаса на очень-очень важное совещание, роняя такую фразу, что, ну как не опоздать, это же часть работы, потому что пунктуальные креативщики, они просто не внушают доверия. На самом деле, эту фразу можно применить и к ученым, слегка ее перефразировав. Привлекательные ученые не внушают доверия. Как это не печально? Ну, ладно, то есть ты хочешь сказать, что я тут рубашку с утра наглаживал просто так, что ли? Прям наглаживал. Ну, ладно, так уж и быть поверим. Ну, так вот, и более того, это не абы какой вывод с потолка, это вывод, который напрашивается из статьи, которая была опубликована в PNAS, и ни много ни мало, на минуточку. Да, PNAS такой малоизвестный совершенно журнал, совершенно бесполезный какой-то Академии наук. Ну да. Извиняюсь, на самом деле очень крутой журнал, Американской Академии наук. Безумно клевый, и попасть туда – это большая честь. Туда, в общем, достаточно сложно попасть. Так вот, исследование было посвящено вопросу того, как внешность ученых влияет на оценку их работы аудитории. Ну, понятно, что сейчас все важнее и важнее налаживать связи между аудиторией, не связанной с наукой, в частности, с бизнесом, мы с самими учеными. Да, привет, аудитория. Вот мы сейчас этим и занимаемся. И ученые провели целую серию исследований. Там было шесть экспериментов психологических, в которых добровольцы оценивали, как внешность ученых. Ну, вот, например, в первом опыте им показывали фотографии ученых и предлагали, потом сказали, что будет возможность посмотреть либо видео с выступлением этого ученого, либо текст о его работе. И предлагалось выбрать, хотят они знать о работе этого ученого или нет, по его внешности. Вот. Таким образом, изучалось, как внешность влияет на интерес и на оценку работы ученого. В частности, вот в одном из последних экспериментов предлагалось по базе фотографий решить, какой из ученых заслуживает награды за свою работу. И что оказалось? Оказалось то, что внешность ученых реально очень по-разному влияет на интерес к их работам и абсолютно другое влияние на доверие к деятельности ученого. То есть, внешне привлекательные, адекватные, причесанные, симпатичные ученые действительно вызывали больше интерес к своим работам. Но одновременно доверие к их работам несколько падало. А вот наибольшее доверие к работе ученого и наибольшую оценку его деятельности вызывали, наоборот, некоторые черты, которые свидетельствовали о его профессионализме, компетенции и высоких каких-то нравственных устоях. То есть, там, способность, видимо, работать за идею без денег и так далее. — Прекрасный скилл, очень нужен для выживания в российской науке, конечно. — Да, и вот авторы приходят к интересному мнению, что на самом деле аудитория ждет от ученых совпадения с какими-то своими стереотипами. — А это была абстрактная аудитория? Или все-таки... Ну, то есть, это была такая абсолютно репрезентативная выборка среднего по больнице? Или это были какие-то смещенные в сторону ученых или неученых? — Ну, смещения в сторону науки там не было. То есть, там были люди, не связанные с наукой. Ну, иначе просто исследование было бы не совсем корректно. — Я просто хочу понять, когда едешь на конференцию, имеет смысл... — Фриковать. — Да, фриковать, либо наоборот, нужно брать с собой побольше костюмов и так далее. — Ну, то есть, реально, аудитория ждет, чтобы ученый выглядел всклопоченным, неухоженным, социально неустроенным, одиноким. И вот тогда все, он хороший ученый, ему можно верить. А если он причесанный, чистенький, выглаженный рубашки, что-то тут не так. Может быть, он не настоящий ученый, какой-то неправильный ученый. — В этом есть доля правды, в этом есть маленькая доля, но я бы сказал. — Знаешь, вот, Вань, когда смотришь на наших известных российских ученых, которые так часто появляются на телевидении, на их часто очень эпатажную внешность, так задумаешься, что, возможно, эта эпатажность, в общем, не совсем просто внутренняя потребность, а какой-то расчет. — Но она, несомненно, помогает запоминаться или как-то... — Притягивать к себе аудиторию. — Достаточно вспомнить Михаила Сергеевича Кельфандера. — Ну, много еще имен можно вспомнить, но все мы их знаем. — Вот нам чат подсказывает, что Дробышевский. Тоже такой каноничный пример шека, сомнения в работе которого ни у кого не вызывает. Окей. А как бы ты, допустим, отнесся к работе, если бы я тебе, точнее так, если бы я тебе сказал, что есть какой-нибудь такой человек, безумно потлатый, но потлатый не как, допустим, или там склокоченный, как Михаил Сергеевич Гельфант или Эйнштейн и так далее, а такой вот за косухи, в потертых джинсах порванных, такой грязный, какой-то замученный. — Я бы сказал, что это типичный студент биофака, курса третьего. — Ну, то есть у него есть будущее в науке? — Возможно. Но мне кажется, что годам к 30 он изменится. — Да? А мне кажется, у нас есть один пример такого замечательного ученого, который пережил таки себя. — Косухи? — Мне кажется, догадываешься, о ком я. — Нет, сходу не догадываюсь. Прямо в кожаной косухе, да? — Да. — Я его точно знаю? — Да. — Окей, ладно, потом обсудим. — Мы говорим про того самого замечательного панк-рокера. — А, господи, да, я уж начал своих знакомых вспоминать. Да, естественно. Здесь же случилось буквально каких-то две недели назад российский сегмент «Рунета» облетела такая очень прикольная и необычная новость, что, оказывается, солист группы «The Offspring» наконец-то в 51 год защитил свою диссертацию. Брайан Холланд, который широко известен как Декстер Холланд. На самом деле не только лидер, известнейший, наверное, панк-группы 90-х. Он еще и молекулярный биолог. И вот в апреле у него была защита. — Это удивительно. Я читал его пост, который он расшарил, который произошел по российскому фейсбуку. Человек действительно с искренним интересом говорит, да, конечно, мне мешали гастроли, мне мешали секс-наркотики, рок-н-ролл и так далее, но наука все равно это самое крутое, чем можно заниматься. Я не испытываю иллюзий, что мои исследования как-то сильно глубоко продвинут человечество в борьбе с ВИЧом, но вот эту вот крупиночку, опять же, маленькую-маленькую толику своего знания я внес. Это очень круто. На самом деле это просто пример для подражания. Ждем, когда российские кинозвезды или там бьюти-блогеры начнут переквалифицироваться. — Да, и рок-кота, мягко говоря, серьезная. Он же описал воздействие микро-РНК из генома ВИЧ на развитие инфекции. То есть это новый, до сих пор не исследованный путь регуляции экспрессии вирусных белков. Это прям такая серьезная, хардкорная молекулярка. Мне времени хватало. — А в каком университете он это делал? — Вот, кстати, не посмотрел. Можно, кстати, посмотреть опубликованную... — Да, давайте я снова включу эту штуку. — Собственно, его диссертацию. — Это его диссертация и... — И University of Southern California, да, Южная Калифорния. — Не самое плохое место, конечно, для работы. Точнее, прям-таки отличное. Так, ну что, двигаемся дальше. И дальше, собственно, гость сегодняшнего нашего выпуска. — Это прекрасная работа в Science нашего коллеги Ивана, который смог найти время, чтобы к нам сегодня сюда прийти и рассказать о том, что же нужно сделать для того, чтобы попасть в Science. Я, на самом деле, с огромным удовольствием хочу это послушать, потому что, ну то есть, видимо, мне тоже предстоит защищаться в 51 год. До этого времени у меня есть куча времени, чтобы опубликоваться в Science. — Посмотри на меня и послези есть. — Ну что, поехали, Иван. Расскажи нам, с чем мы туда пробились. — Может быть, я начну с презентации. Если я коротко пробегусь, расскажу. — Да, окей, хорошо, давай. Так, секунду. Что-то снова сломалось. Нет, оно не сломалось. Секунду, сейчас все починим. Во, шикарно. И поехали. — Ну, собственно, история заключается в том, что у нас получилось понять то, как передается сигнал через мембрану бактериальными белками-сенсорами. Ну, как известно, любая живая клетка, она окружена мембранной клеточной стенкой, которая отделяет клетку от окружающей среды, и кредка вынуждена как-то обмениваться веществами и информацией с окружающей средой. Ну, она это делает при помощи мембраны и активных компонент белков в этой мембране. — Это была очень знакомая картинка. Это же… — Она очень широко известна. — Фосфолипидный бессловый. — Наверное, присутствует. — Она из какого-то учебника. Это чуть ли даже не ленинджер какой-нибудь. — Ленинджер, я думаю, наиболее вероятно. — Окей. Ну и как бы с транспортными белками сейчас более-менее всё понятно. Белки фотосинтеза здесь показаны. — Вот. Гораздо более интересно сейчас, как передаётся информация внутри клетки. — И можно придумать разные механизмы. Самый простой, когда вещество просто само проникает сквозь мембрану и внутри что-то делает, когда оно открывает канал. — И, наверное, самый сложный, но при этом самый интересный путь, когда вещество активирует снаружи рецептор, который внутри клетки уже запускает какую-то реакцию. — Угу. — И, ну, это как раз наш случай. И наш случай, он начался с такой достаточно далёкой истории бактериального хемотаксиса или способности бактерий двигаться навстречу каким-то химическим веществам. — Зачем это вообще нужно? Казалось бы, бактерии такие замечательные, живи себе, расти, просто всё заполоняй и как бы... — Ну, тем не менее, вот чтобы это заполнение происходило более так упорядоченно и как бы наиболее эффективно, чтобы победила сильнейшая бактерия, вот ей нужно... — Искать еду. — Искать, да. Активно искать. И как бы, что удивительно в этой истории, что они чувствуют свои питательные вещества в очень широком градиенте. Вот тут неудобный графитик, но тем не менее в десять, в пятый, на пять порядков распространяется эта чувствительность. — Это огромный, на самом деле, динамический диапазон. — Ну, он был фантастический, да. — То есть я даже не уверен, что многие инструментальные системы готовы чувствовать такие большие диапазоны изменения каких-нибудь концентраций. — Тем более аналоговые системы, не цифровые аналоговые. Ну и вот, собственно, да, здесь показан Левенгук, который в свой микроскоп уже успел наблюдать какие-то движения. — До сих пор не могу поверить, что вот эта штука у него в руке — это микроскоп. В смысле, не в руке Левенгук, а вот-вот-вот. — Нет, там самый микроскоп, там маленькая стеклянная сферка, в которой можно разглядеть что-то увеличивающееся, возможно. Так вот, и эти замечательные, ну как бы очень было интересно, как они могут иметь такую чувствительность бактерии. Работало очень много разных людей, работали биохимики, рисовали сложные схемы, работали теоретики, которые предлагали какие-то модели, как массивы хеморецепторов, чувствуют много молекул. Работали, в конце концов, структурные биологи, они делали электронную микроскопию, видели действительно эти огромные массивы, очень хорошо упорядоченные. — Очень красивые, прямо такие вот. — Да, я на всякий случай поясню это вот. Сверху — это вид сбоку на бактерию, срез как бы ее мембраны, и здесь вид сверху. — Наверное, кривоэлектронное замораживание скалования похоже. — Меня, на самом деле, всегда поражает, как умудряются биологические системы становиться настолько регулярными, настолько красивыми. Это просто запредельно. Казалось бы, все биологическое, оно всегда шевелится, оно такое неупорядоченное, оно какое-то вот, такое немножко подразмазанное, как будто бы. Но здесь видно абсолютно регулярную структуру, очень круто. — Ну вот, собственно, это история того, как биология привлекла физика такого, как я, или вот весь наш физико-технический институт. Вот. Но, тем не менее, как бы не хватало деталей в этой информации, то есть кристаллографы пытались что-то делать, работать с фрагментами, но самая большая проблема, что это все находится на мембране, и с мембранными белками работать гораздо-гораздо сложнее, потому что их сложно выделить в растворе, сложно поддерживать стабильными. Вот. Ну и это вот та часть, где мы, собственно, со своей экспертизой влезли и попробовали что-то сделать. Вот. Как происходит наш процесс? Коротко, если я пробегусь. — Да, давай. — Если нужно. Вот мы начинаем с очистки белка, дальше мы ставим много разных кристаллизационных проб, в этом нам помогают замечательные роботы. Мы ставим 100 проб за 10 минут, и там за пару часов работы пару тысяч проб. — Слушай, Иван, а вот кристаллизация мембранных белков. Я просто занимаюсь мембранными белками отчасти, поэтому есть такой интерес. А как это вообще происходит? То есть понятно, как у растворимого белка растет кристалл в растворе. Понятно, раствор трехмерный, кристалл трехмерный. А вот кубическая фаза, в которую вы кристаллизуете мембранные белки, это же фактически двумерная фаза, правильно? — Нет, вот здесь в этом как раз и хитрость, что если мы смотрим обычную мембрану, то это двумерное что-то. Но есть специальные типы липидов, которые обладают... Ну, вообще липиды делятся по тому, какую кривизну они придают мембране несостоящей. — Коллоидная химия, муть о муте. — Ладно, просто наш курс был очень тяжелым и ужасным. — Сейчас, ребят, давайте секунду глянем в чат. Окей, ладно. Да-да, привет, ребят, всем, кто присоединился. Я напоминаю, что нам сейчас Иван Гущин из физтеха рассказывает о том, как они опубликовались в Science и что они для этого сделали. Продолжаем. — Да, ну так вот, история в том, что есть специальный тип липидов, которые образуют не двумерные мембраны, а такие трехмерные сложно соединенные фазы. — Просто я воспринимаю вот кубическую фазу как пену, которая заполняет какой-то объем. — Примерно так. Но пена, она же трехмерная. Ну, это много соединенных двумерных мембран, как бы плоских мембран. То есть, я не знаю, у нас картинка там потерялась, вероятно. — То есть, вместе стыка этих мембран, где есть три размерности, а там растут кристаллы? — Нет, кристаллы как раз, трехмерность мембраны позволяет кристаллам свободно плавать в этой матрице. Но дальше, вот как раз следующий нюанс и очень хороший вопрос. Эти белки кристаллизуются за счет контактов, они начинают приплывать друг к другу. И когда они подплывают, локально они образуют как раз такой плоский кусочек мембраны. И дальше такими слоями нарастает кристалл. А, собственно, зачем необходимость трехмерной фазы, чтобы белки могли подплыть к этому кристаллу, проникнуть сквозь замечательную нашу смесь и образовать именно трехмерный кристалл. Потому что двумерные, они обычно гнутся. Электронные микроскописты, может, любят, но не кристаллографы. — Так, но немножко понятнее стало. И дальше что вы делали с этими кристаллами? — Если повезло нам с этим кристаллом, мы его получили путем длинного перебора, то мы дальше движемся к рентгеноструктурному анализу. И рентгеноструктурный анализ удобнее всего делать на синхротроне, где очень высокие мощности пучков. — А на каком синхротроне вы это делали? — Большая часть работы проведена на европейском источнике синхротронного излучения в городе Гренобль. — Это вот тот огромный, красивый, который на зенитарену похож. — Именно так. — Сейчас. Я думаю, что мы даже сможем показать его ребятам. — Но толку от него явно больше, чем от стадиона. — Не надо больному. Сколько денег, сколько миллиардов денег было вложено. А еще напоминает, по-моему, новую штаб-квартиру Apple. Она такая тоже как кольцо сделана. Но, действительно, построить новый синхротрон было бы, наверное, лучше, чем сенитарену, который еще и не работает с того. Вы слышали, да? Там снова газон меняется. — Построить второй синхротрон. — Сверху. — Такая прекрасная летающая тарелка. — Собственно, история этого кольца... — Нет, нет, продолжай, продолжай. — Да, история этого кольца, что по нему, на самом деле, оно нужно для того, чтобы создать... Ну, как бы, в нем внутри находится канал, по которому летят электроны. И вот это 500 метров или километров в диаметре этого огромное кольцо. И по всему кольцу по касательной вылетает рентгеновское излучение, которое дальше ухватывается какими-то специальными устройствами. И благодаря ему можно детектировать, делать все, что угодно. Можно делать белковую кристаллографию, можно делать какую-то химию, или даже просвечивать ископаемые, находить какие-то... — То есть, такой еще функциональный инструмент. — Да, там огромное число установок, огромное число людей, огромные деньги тратятся... — То есть, по сути, это одно кольцо для ускорения электронов магнитным полем, а дальше есть много-много выходов, работу на которых можно просто заказать, договориться... — Да, там порядка сотни выходов. — И установку для измерения, да, типа сотни. — Так, окей, я думаю, можем продолжать. — Вот, и снимаем мы на замечательной синхротроне дифракционную картину. Если мы ее расшифровываем, то мы видим, вот сеточкой показана электронная плотность, с которой мы устраиваем уже нашу химическую структуру, и можем делать какой-то дальнейший анализ. — Чуть-чуть задержались мы. Собственно, что было сделано, я, наверное, не полезу в детали, но в качестве объекта исследования было выбрано не хеморецептор, а более простой белок гистидинкиназа, который работает в одиночку, не в комплексе, и когда она рецептирует сигнал снаружи клетки, внутри она запускает фосфорилирование. И были получены три структуры, которые позволили нам сделать вот анимацию, которая нам очень нравится, и мы ее всем показываем. И благодаря этой анимации мы, собственно, видим, как связывание нитрата сверху или во вне клеточной части белка приводит к структурным изменениям во всем белке, которые постоянно усиливаются, сильнее и сильнее. — И самое удивительное, что получается такое за счет того, что спираль просто очень длинная, такой эффект усиления сигнала, я правильно понимаю? — Усиление и конвертация. — У вас было написано, что всего лишь один анкстрем внутри клетки здесь подвижка, то есть это сопоставимо, грубо говоря, с тепловым движением на самом деле. И семь анкстрем уже на выходе, это на самом деле очень круто. — Слушай, еще такой вопрос. Ну ведь это движение, если оно возможно в присутствии катиона, точнее иона, в данном случае нитрата иона, то и без него оно наверняка тоже возможно. — Хороший вопрос. Ну и как бы это всегда очень любят люди, которые занимаются рецепторами, какая часть активирована, какая дезактивирована. Скорее всего наш легант смещает это равновесие в пользу активированного состояния. То есть, допустим, раньше был 1% активирован, сейчас стало 99%. — Ну то есть он на самом деле все время тоже переходит в активированное состояние, просто без иона он там не задерживается. — Он делает это гораздо реже, да, скорее всего. — Да, это согласуется с тем, что я понимаю в биомолекулах. Это очень круто и очень все наглядно выглядит. А я правильно понимаю, что это справа, это на самом деле просто вот этот сильный шум? — Да, вот здесь мы не подписали, к сожалению, черные полосы — это предполагаемое положение мембраны, и поэтому верхняя часть она вне мембраны, и нижняя часть она внутри мембраны. И вот справа показано, просто из-за этого скручивания как бы оно скрадывает часть движений, которые важны именно для передачи сигнала. — А при этом все-таки есть немножко о механизмах. Происходит ли какое-то сильно большое изменение контактов? То есть все-таки здесь очень, когда такое большое движение происходит, какие-то водородные связи образуются, разрушаются, что-то еще вот по ходу цепи. Но к тому, что вот эти движения должны иметь очень сильный энергетический эквивалент, потому что там гидрофобные остатки могут выпячиваться наружу, открываться новые гидрофильные сайты и так далее. — Тем более то, что связано с вот этим вот моментом именно на выходе из мембраны. Нет? Ничего такого нет? — Нет, несомненно, там огромное количество связей меняется, и меняется огромное количество контактов, и их настолько много, что их сложно описать, поэтому мы рисуем как бы не отдельные атомы связи, а вот эти замечательные спиральки. — Окей. Ну и, собственно, вопрос для той части аудитории, которая интересует практически эффект всего этого. Всегда такая часть аудитории есть. Собственно, в развитии многих инфекций очень важную роль играет чувство кворума бактерий, когда там какая-нибудь синегнойная палочка сидит у человека в легких долгие годы, и все нормально, ее иммунная система вроде как дает. Потом, оп, иммунитет слабеет, она достигает какой-то критической плотности, и бактерии, выделяя сигнальные вещества, их, наверное, можно даже феромонами назвать отчасти, хотя это спорный вопрос, они так, опа, раз, и решают вдруг начать образовывать биопленки. Получается, что в биопленки не доходит антитела, бактерии недоступны для клеток иммунной системы, и мы получаем пневмонию бактериальную. Вот, вроде бы, в этих процессах тоже задействованы киназы, и тоже гистидиновые. Можно ли, узнав точную структуру этих киназ, научиться их каким-то образом блокировать и блокировать факторы инфекционности бактерий таким образом? — Ну, собственно, замечательный вопрос. И, ну, такая работа уже происходит. То есть, действительно, вот то, что я показал, работу с нитратным сенсором. Все эти сенсоры — это так называемые двухкомпонентные сигнальные системы. Одна компонента — это рецептор, который сидит в мембране, и вторая компонента — это регулятор ответа, который плавает… — Гистидин киназа. — Ну, вот рецептор — это гистидин киназа, а регулятор ответа — это какой-то там транскрипционный фактор или что-то, что фосфорилируется гистидин киназой и запускает транскрипцию, допустим, патогенных вот этих факторов вирулентности и чего-то еще. Так вот, да, мы верим, что… Ну, и да, и в среднем микроорганизм может иметь порядка 50 таких двухкомпонентных систем, которые чувствуют различные химикаты, в том числе вот автоиндукторы, молекулы, которые обеспечивают чувство кворума. И мы верим, что механизм везде одинаковый — передача сигнала, такой же, как у сенсоров нитратов. И действительно уже есть работы, которые показывают, что можно ингибировать эти сенсоры, которые отвечают за чувство кворума, и действительно течение инфекции замедляется или ослабляется, и организм может сам побороть гораздо легче ту инфекцию, которая происходит. Умеренная альтернатива антибиотикам, по сути. Это было бы замечательно, если бы получилось их так использовать. А привет еще раз, ребята, те, кто к нам присоединяется. Нам тут просто задали вопрос, может ли человек со среднестатистическим образованием вот как ты думаешь, то, как ты рассказал, понятно ли обычному человеку, обычному-обычному все-таки человеку, который более-менее интересуется наукой и имеет базовое естественно-научное образование? Ну, я думаю, что я использовал несколько таких терминов, как фосфорилирование, гостидинкиназа, которые могут быть незнакомы. Но если бы я знал, что человек... Вот именно как бы если отбросить термины, я думаю, можно вполне. Вот, видите, ребят, на самом деле, давайте я повторю, что здесь происходит для тех, кто, возможно, смотрит нас впервые. Мы, Teach Better Life и Biomolecula, совместно делаем для вас обзор самых последних новостей из журналов, как правило, Science или Nature, но и многих других. Соответственно, мы рассказываем, конечно, о переднем крае науки. И более подробно об этих новостях можете почитать в дайджестах Biomolecula, который выходит на сайте каждую неделю. Их пишут две замечательные девушки, Юлия Кондратенко и Светлана Ястребева. Соответственно, они отбирают самые интересные новости и буквально там в двух предложениях описывают, что было сделано в той иной работе. Вот. Но, соответственно, там как бы уровень еще более научный. Мы стараемся здесь чуть более популярно рассказывать. И, в принципе, на самом деле ничего сложного. Если у вас возникает проблема с пониманием... Не проблема, проблема – ужасное слово. Если что-то вам интересно и вы чувствуете, что пока вы не очень понимаете, что же мы сказали, вы должны сходить на сайт Biomolecula и почитать статьи. На самом деле практически про все темы, которые мы обсуждаем, там можно найти ту или иную статью про, не знаю, про бактерии, про сигналинг, про вот все-все-все, что там есть. И там будет в очень популярной и доступной форме все это описано. Вот. Но еще мы любим, когда движуху есть в чате. Поэтому спрашивайте. Да. Мы очень внимательно читаем чаты. На самом деле YouTube, Twitch, Peko, GoodGame. Дим, ребята, всегда пишите. Мы ответим на любые ваши вопросы, если они по делу. Мяукать нет, в кадр не будем. Да-да-да, я читаю. Нет, мяукать не будем. Окей. Я думаю, что мы можем продолжить дальше. И продолжим мы вот с чем. Теперь я продолжу тему структуры, на самом деле. Потому что я сам в структурной биоинформатике. Я обожаю... Да, Дима вот уже просто устал от моей структурной биоинформатики. Тем не менее. То, о чем рассказывал Иван, это было про метод рентгеноструктурного анализа. Сейчас очень популярен другой метод получения структур биомолекул, особенно больших биомолекул, точнее даже биомолекулярных комплексов или молекулярных машин, который называется кривоэлектронная микроскопия. И при помощи этого метода ребята получили структуру сплейсосомы. А теперь подробнее, что же это такое. Так вот. Идея метода заключается, на самом деле, в том, что вы берете какой-то большой биомолекулярный комплекс, который реально может быть десятки белков. Допустим, если это какая-нибудь рибосома, полтинник белков, плюс еще огромная РНК. Сплейсосомы, на самом деле, очень сильно похожи в этом смысле на гибосомы. По составу там тоже очень много РНК, очень много белков. И делаете с ними приблизительно вот что. Я вам сейчас просто продемонстрирую, как выглядит этот процесс. Просто раньше мы ни разу не рассказывали еще про крио-ЕМ, насколько я помню. Мне не было. Во время своих стримов. И делаете вы приблизительно следующее. Вы берете с ними раствор, наносите его на поверхность и потом очень резко охлаждаете. Прямо сразу на несколько сотен градусов. Ну ладно. Пару сотен. Сотен. Градусов. Самое главное, охлаждаете очень быстро. И у вас получается вот такое изображение, как по центру, которое вы потом снимаете под электронным микроскопом. Вы видите, что у вас множество объектов есть, но при этом они все лежат разным образом. На разной стороне, на разном боку, повернуты так или иначе. Дальше вы каждый из них отдельно вырезаете, фотографируете. И потом при помощи реконструкции изображений пытаетесь восстановить из множества таких вот, грубо говоря, фотографий трехмерную структуру объекта. То есть, грубо говоря, если вас посадите, снять по кругу, со всех сторон, и после этого попытаться изображение собрать трехмерную структуру. Слушай, Артур, а я же правильно понимаю, что пучок электронов там за какие-то миллисекунды просто испаряет нафиг вот эту молекулу, и мы как бы получаем такую мгновенную картинку уже не существующей молекулы по факту? Ну, это проблема в принципе, насколько я помню, электронной микроскопии. Каждую молекулу можно снять только один раз. Если бы я мог чуть-чуть мешаться, на самом деле, что мы видим там, там мы видим некое видео того, как эта молекула плывёт, плывёт и в конце концов разрушается. Вот, собственно, года три или четыре назад у них произошёл огромный прорыв в технике этой электронной микроскопии. Появились очень чувствительные детекторы, которые позволяют вот именно иметь не одну картинку, а видео. И по этому видео мы можем отсечь то, когда молекула уже разрушилась, взять только то, где она чувствовала себя замечательно, и там мы её хорошо видим. То есть это всё-таки не мгновенный процесс, они там сколько-то времени живут, но вообще это большая проблема. Может быть, это миллисекунда, но тем не менее мы успеваем снять. Да, это действительно большая проблема всех методов, даже на самом деле рентгеноструктурного анализа, потому что там тоже образец, как правило, необратимо разрушается под действием излучения. Вот, собственно, вы получаете десятки тысяч, как правило, таких вот уникальных изображений, и дальше из них пытаетесь получить трёхмерную структуру. Но есть очень важный момент – вы получаете на самом деле трёхмерную структуру вот такого аморфного облака, которое представляет собой весь объект. И дальше вы пытаетесь, зная состав этого объекта, на самом деле, зная как бы структуры детально-атомистические каждого отдельного объекта внутри, вы пытаетесь туда вписать отдельные структуры, вот как на нижней иллюстрации показано, в разрезах, и получаете в итоге полную атомистическую, условно, полную атомистическую структуру всего огромного комплекса. На самом деле, ровно таким методом смогли получить в итоге рибосомы целые, а таким же методом вот сейчас получили сплейсосомы. Что такое сплейсосома? Вы наверняка уже знаете, не наверняка, а вы точно знаете, что одно из ключевых отличий эукриот от прокриот – это наличие процесса сплейсинга, что наши гены устроены очень сложно, и на самом деле количество интронов, то есть участков генов в РНК, которые не кодируют информацию, потом вырезаются периодически по суммарному размеру даже больше, чем экзонов. Намного больше. Намного. Вот. То есть на них нужно из МРНК вырезать, и этот процесс, хоть и происходит, скажем так, иногда даже автокаталитически, всё равно требует очень большого пространственного изменения конфигурации, то есть привлекается дополнительное количество молекул, целое семейство есть малых ядышковых РНК, МУ2, У6, У5, У1, которые помогают всё это дело правильно выстроить в пространстве так, чтобы смогла пройти каталитическая реакция. Там же на самом деле целая тонна белков, и этот процесс безумно важен, потому что если вы неправильно вырезаете интроны, неправильно сшиваете экзоны, вы получаете нерабочие белки в лучшем случае. В худшем случае вы можете получить химерный белок, который может выполнять какую-нибудь достаточно плохую роль, он может, допустим, если ты получишь химерная геназа, она будет идти и просто жрать всё подряд, всё активировать, и, пожалуйста, вот он рак. Да. Вот, соответственно, процесс корректного сплайсинга безумно важен. И эта штука, которая происходит, опять же, постоянно в нашем организме, но до сих пор, то есть молекулярный механизм, в принципе, понятно, известно, какие белки с кем взаимодействуют, но как это происходит в структуре, какой конкретно, вот какие там происходят изменения, до сих пор не очень понятно. И прогресс там начался большой, вот буквально я отслеживал историю публикации 2-3 года назад, когда, собственно, ребята освоили методы получения вот именно комплекса сплайс-осом. Проблема в том, что процесс сплайсинга, он достаточно длительный, там есть несколько стадий, то есть сначала образуется, ну, то есть сначала происходит первая атака, у вас образуется, типа, разветвление, потом вторая атака, когда у вас сшиваются экзоны, уходит вот эта вот структура лассо. И, собственно, там в процессе происходит очень много перестроек, и более того, там десятки белков уходят и приходят на место. То есть, соответственно, там для одной стадии нужен один десяток белков, а первая атака прошла, они отвалились, пришла вторая атака. И, соответственно, понять, как этот процесс происходит, очень сложно, и поэтому они начали идти последовательно. Сначала получили самый простой комплекс каталитический, просто его затормозили, реакцию, потом начали получать другие стадии, чтобы восстановить полную картину. И вот сейчас они смогли получить и опубликоваться в Nature со структурой прекаталитического комплекса. То есть сейчас уже на самом деле есть полный цикл, есть структуры прекаталитического комплекса, каталитического, и, соответственно, посткаталитического, когда там уже все освобождается. В итоге четко понятно, где образуются контакты. Какие контакты образуют У6, малоядышковый РНК, одна из самых важных в этом процессе, У2, как это все с ним взаимодействует. Какие происходят перестройки именно в структуре малых ядышковых РНК, какие контакты образуются, размыкаются. Понятно, что вот как в предыдущем случае с Иваном, контактов на самом деле там десятки, просто из тысячи даже, и даже какие-то отдельные из них я описать вам сейчас не смогу. Но просто сам факт того, что теперь понятно, как устроены эти комплексы, минимум вот эти все промежуточные состояния, это значит, что между ними можно дальше проводить моделирование и попытаться остановить полную картину того, как этот процесс шел, прям какие уже отдельные, домистические механизмы, то есть когда, в какой момент, какая связь рвется сначала, какая потом и так далее. Этот процесс очень важен. И маленький нюанс, на который я хотел бы обратить ваше внимание, состоит вот в чем. Я сейчас пытаюсь показать это статье. Буквально секундочку. Вот, вот этот маленький момент. Обратите внимание, статья получена 28 февраля, принята 2 мая. Еще раз, 28 февраля 2017 года опубликована, принята к публикации 2 мая. То есть на самом деле март, апрель, все, и в мае она вышла 2 месяца. Это очень быстро. Это Nature. 2 месяца в Nature. Вот Иван подтвердит, что это очень быстро. Сколько вас заняла история с вашей статьей в Science? Ну, наша история длилась дольше. Мы начали в августе и вот только-только получили какой-то ответ. Еще раз, август прошлого года, май этого года, да? Ну, правда, это уже до публикации целиком, там еще проходит этот момент принятия до публикации. Ну, у нас это как раз очень быстро было время до первой публикации. И это считается быстро. Да. А здесь 2 месяца. Это на самом деле означает, что это безумно важная работа, ровно потому, что теперь понятен полностью весь процесс того, как происходит сплайсинг. И теперь его можно уже разобрать конкретно, на конкретный комплекс, промоделировать весь этот процесс и, исходя из этого, делать новые лекарства, понимать, как и что не работает, где что может пойти не так, из-за каких мутаций, каких генов. Да, но вот пока у нас есть специалист по рентгенструктурному анализу, Иван, я же правильно понимаю, что криоэлектронная микроскопия дает вот на порядок меньше информации, чем криоэлектронный анализ? Я бы не сказал. Чем рентгенструктурный анализ. Тут на самом деле это развивающаяся история, то есть у электронных микроскопистов, вот я говорю, где-то 3-4 года назад произошел гигантский прорыв в оборудовании. До этого это были картинки с очень плохим разрешением, очень некачественными. То есть как бы это получение просто как бы тени молекулы, а вы получаете прям внутреннюю структуру по дифранции. Да, но потом компьютерная обработка позволяет им извлечь сейчас практически ту же самую информацию, что и... Ну, вот они пишут, что в своей структуре они смогли довести разрешение до 3-4-3,6 ангстрема. Это для такого огромного комплекса, это на самом деле очень хорошо. Понятно, что отдельные комплексы небольших белков, точнее отдельные белки сейчас получаются даже с субангстремным разрешением, допустим. Но рентгена структурная субангстрема, ЕМ до 2-х ангстрем, наверное. Это значит, можно аминокислотные остатки различать, которые на поверхности торчат уже? Ну, даже на 3,6 можно на самом деле, если я чуть-чуть мешаюсь. Разница в том, что как раз, ну, так получается, что в ЕМ, то же самое разрешение в ЕМ, в электронной микроскопии, что в кристаллографии, дает чуть более качественную картинку. И там при 3,6 в кристаллографии мы почти не видим боковой группы, но мы видим их так бесформенно как-то. В электронной микроскопии мы видим гораздо лучше, можем уверенно их идентифицировать. Поэтому большой страх у всех рентгеновских кристаллографов перед электронной микроскопией, потому что они все, ну, как бы, все лучше и лучше, им не нужно растить кристалл, они просто берут очищенный образец. Да, если еще при этом вспомнить, что при кристаллизации часто возникают артефакты, межкуликулярные контакты, да. Ну, вот Иван, эксперт, ответы которого на эти вопросы я очень долго хотел услышать на самом деле. У них есть единственное ограничение, которое нас пока спасает, они не могут работать с маленькими белками, меньше 100 кг дельтан по весу. И пока что, ну, хорошо, у них нет экстремного разрешения, чтобы там в подробностях, как лекарство связывается, проверить. Но, я думаю, пройдет три года. Это слегка и компенсирует смоделирование. Главное, получить какой-то хотя бы стартовый комплекс, а дальше все равно все биологическое шевелится. Окей, я думаю, что можем продолжать. Ну да, сегодня у нас большая часть эфира была занята серьезными структурными новостями. Поэтому я считаю, что в последней новости мы должны позволить себе немножко легкомысленности, как и в первой. Итак, наверняка почти каждый, кто может считать себя биологом, в детстве увлекался динозаврами. Господи, все дети любят динозавров. А как же все эти мемасики с динозавром, знаешь, с тираннозавром? А, ну, про руки тираннозавра, что ли? Да, нет, есть еще один, там, где такой задумчивый тираннозавр стоит и думает о чем-то. Ну, это не тираннозавр, это волцераптор. Ты что, я до сих пор их различаю. Господи, окей, окей, да, ты прав. Так вот, и то ощущение, когда в детстве возникало, когда смотришь на этих гигантских рептилий, это вот же были классные времена. Да, классные, большие, прикольные рептилии, а сейчас какие-то унылые, млекопитающие мелкие, вообще ни о чем. Но на самом деле это совсем не так. И нам с вами посчастливилось жить на Земле одновременно с самыми большими живыми существами, которые вообще когда-либо населяли поверхность нашей планеты. Ведь мы живем в одно время с китобразными. И до размеров синего кита, а это минуточку до 200 тонн и до 30 метров в длину, не дорастала ни одна рептилия. Но они же были огромные. Они были огромными, но тем не менее, такими размерами не обладали даже морские динозавры. И это, кстати, очень интересно, и ученые до сих пор не нашли на этот вопрос окончательного ответа. Потому что рептилиям очень удобно быть большими. И на самом деле полезно из соображений терморегуляции. А вот млекопитающим с их быстрым метаболизмом, наоборот, быть большими крайне неудобно. Это рождает кучу проблем. Во-первых, у них огромные теплопотери. Много энергии тратится именно на поддержание температуры тела. И на поддержание такой большой биомассы, и, собственно, на рост. Остается не так уж и много энергии. Поэтому им приходится очень много питаться. Реально большому существу нужно очень много еды. Но с другой стороны, подожди, если вспомнить маленьких, там те же самые какие-нибудь... Ладно, калибрия нет. Согласен, согласен. Да, теплопотери у мелких существ вроде землерой больше, поэтому относительно они потребляют больше питания. Но ещё проблема в том... Здесь правильнее сравнить млекопитающих с рептилиями. Рептилии растут быстрее при том же количестве еды. При том же количестве еды расти млекопитающему гораздо тяжелее. Ну и вообще, на самом деле, сравнить количество еды, которое потребляется рептилиями и млекопитающими, наверное, вообще не стоит. Но кто держит дома змеи или ящик, знает, что их можно кормить там раз в пару недель, а то и месяц. А если ещё положить их в холодильню? Одна моя знакомая нашла прекрасный способ пателизации виварных животных, виварных мышек, которые как бы уже больше не нужны. Она оскармливает их домашним змеям. Очень удобно. Ну, мы тоже морозим мышей в морозилке, а потом нашему змеелову отдаём у него виваре со змеями. Ну и, собственно, в пакетике заморожены. Так вот, к чему всё это? Действительно, быть большими млекопитающими тяжело. И, значит, должна быть какая-то весомая причина того, что эволюция создала таких больших млекопитающих, как киты. И этому вопросу посвящена большая, интересная, популярная статья в журнале Science, которую сейчас Артур нам покажет. Да, я там могу на неё посмотреть. Действительно, это такой очень красивый, яркий, красочный, крайне читабельный обзор, популярный, с красивым видео, который посвящён нескольким публикациям. Кстати, все они вышли в журнале Proceeding of Royal Society. Это некий такой британский аналог ПНАСА. И эти публикации как раз немножко приоткрывают перед нами «Тайну происхождения гигантских китобразных». Собственно, первая публикация посвящена изучению эволюции размера тела китобразных. Размер тела китобразных хорошо коррелирует с размером их скуловых костей. И исследовав скуловые кости многих-многих ископаемых китов из разных эпох, был построен график зависимости тела от времени. Китобразные появились около 30 миллионов лет назад. Первые их предки там ещё примерно 40 миллионов лет назад появились. Но резко расти они начали лишь 4,5 миллиона лет назад. До этого в течение десятков миллионов лет их максимальный размер тела достигал 10 метров. То есть это много, но не прямо уж гигантские. Мне кажется, вот прямо-таки даже этот кадр подсказывает, что же произошло 4,5 миллиона лет назад. Да, а и дальше 4,5 миллиона лет назад они начали вдруг резко увеличиваться в эволюции. Ну, можно, наверное, притормозить видео, чтобы сохранить отчасти интригу. Вот. И не совсем понятно, почему это произошло. И было выдвинуто две гипотезы. Почему же они вдруг резко начали увеличивать в своих размерах и доросли до размеров современного синего кита? Да. Но 4,5 миллиона лет — это уже окончание олигоцена, и уже близко, примерно 3 миллиона лет, должен был начаться плейстоцен. Ну, тебе нравятся люди, которые спокойно между делом оперируют этим названием идеологических эпох? Слушай, ну я просто выпендриваюсь. Я же это читал вчера. Окей. Ну, будем реалистами. Я думаю, аудитория об этом догадывается. Вот. И плейстоцен — это эпоха нескольких ледниковых периодов. И первое леденение, масштабное, в принципе, коррелирует по времени с началом резкого увеличения массы тела китобразно. И есть версия, что эти процессы могут быть связаны. Задумаемся. Начинается ледниковый период. Огромные пространства Евразии и Америки покрываются ледниками. Причем эти ледники имеют сезонную динамику. Зимой они резко расширяются, покрывая новые территории. Летом они отступают, растаивая с периферии. При этом талые воды весной и летом стекают в прибрежные районы океанов, принося с собой огромное количество вымытых из земли биогенов, минеральных солей. Да. И вот эти минеральные соли попадают в прибрежные районы океана, и это возникает бум, вспышка приводит к вспышке размножения планктона. И значит, продуктивность океанов резко возрастает. Сначала размножается планктон, потом зоопланктон, и значит, пища для китов. И более того, вторая гипотеза говорит, что именно в это время, из каких-то сложных геофизических процессов, которых, если я быть совсем честным, до конца не разобрался по статье, а начали формироваться в прибрежных районах Мирового океана устойчивые зоны обвелинга. Обвелинг — это процесс, при котором глубокие холодные слои океана, лежащие непосредственно на континентальном шельфе, и обогащённые минеральными солями и всякой дохлой органикой, поднимаются вверх к поверхности. При этом... Что должно их заставлять подниматься, если они холодные? Там какие-то течения, ветра, там множество процессов. Как ты понимаешь, геофизики довольно-таки слаб. Но факт тот, что они поднимаются, и в этих районах происходит массовое размножение планктона. Значит, появляются креветки, зоопланктон, криль и пища для китов. И дальше наша популярная статья ссылается на ещё одну публикацию в Science уже 2015 года, достаточно древнюю, где показано, что если мы имеем дело с большими скоплениями криля, то крупные киты действительно будут иметь конкурентное преимущество перед мелкими китами, питающимися планктон, потому что они могут быстрее добираться от одного скопления криля до другого, они могут глубже и дольше нырять, и при этом они выедают весь криль гораздо быстрее, чем его успевают выесть мелкие киты, получая явное конкурентное преимущество. И вот здесь нам и стоит посмотреть вообще на сам механизм питания крупных китов. Ну, нам понятно, что киты делятся на усатых и зубатых, зубатые киты – хищники, а нас интересуют усатые киты, которые планктоны еды. И, наверное, самый захватывающий механизм питания у синего кита, потому что у него реально огромная пасть, можно показать фотографию, где вот там кит с раздутой такой пастью, он, открывая её, вплывает в это огромное скопление криля, потом у него раздувается вот здесь вот по челюсти огромный подчелюстной мешок, просто до неимоверного размера на самом деле. Но знаешь, он сам по себе огромный, и этот мешок как бы ещё как... Ну, у среднего синего кита его объём больше 36 кубических метров, ну, больше 30 точно. Это как минимум... Это бассейн такой. Больше... Цистерны. Я думаю, что больше цистерны – это реально небольшой бассейн. Вот. А затем он закрывает рот, говорят, ему для этого приходится иногда даже переворачиваться, настолько огромная пасть, что даже силы мышц не хватает, чтобы её закрыть. И поднимая дно ротовой полости, прокачивает вот эту воду через свои усы, которые свисают с верхней челюсти, оставляя на них где-то десятки килограмм криля, который потом, значит, собирает языком. И чем больше рот у кита, тем больше криля он может заглотить за один такой вот глоток, захват. И, значит, тем меньше его энергетические затраты на единицу массы планктона, которую он съест. Поэтому получается, что чем больше кита, и чем больше у него пасть, тем энергетически выгоднее его питание. Но где-то же должна наступить вот эта воскривая насыщение. Вот это очень интересный вопрос. Где-то она явно наступает. В какой момент возникнет такой здоровый кит, что он просто как бы... То есть он должен возникнуть, по идее, просто в силу случайных причин, но который уже не сможет прокормиться. То есть он будет здоров, но настолько, что... Ну, у меня есть подозрение, что синий кит явно приблизился к этой точке. Слушай, а ещё ты говорил, что когда они всплывают, они, собственно... Точнее так, что вот есть вот эти процессы подъёма минеральных солей и прочих веществ со дна. Киты при этом постоянно ныряют, да, и вроде как достаточно глубоко иногда могут. Не могут ли они сами себе разводить планктон? То есть такой нырнул, достал за собой, ну, то есть перемешал. Ну, на самом деле экологи говорят, что да, киты являются таким важным фактором в поднятии продуктивности океана, потому что они действительно поднимают минеральные соли со дна вверх, ну, собственно, выедают планктон. Или если это зубатые киты, например, кальмаров, если это кошелоты, в глубоких слоях океана, ну, и оставляют продукты своей жизнедеятельности в верхних слоях океана, соответственно, обогащая их минеральными солями и органикой, которая тоже потом будет разрушаться до минеральных солей. Вот такие вот дела. Прекрасная совершенно новость. Привет еще раз все ребята и, наверное, даже пока. Значит, я напоминаю, что сегодня Feature Bytec Life и Биомолекулы для вас провели очередной выпуск «Науки на завтрак». Мы находимся в Тихобе Ключ традиционно каждый вторник с утра, по московскому времени, конечно, с утра. Мы рассказываем о самых свежих новостях мировой науки, которые вышли за последние две недели. Мы готовим наши выпуски на основе дайджестов Биомолекулы. Их вы можете почитать на сайте. Ссылки будут в описании видео. И запись видео будет на нашем канале и на канале Биомолекулы тоже. Значит, я напоминаю, что сегодня мы обсуждали совершенно прекрасные новости про структуры. И в частности с нами был Иван Гущин, руководитель группы структурного анализа. Слушай, а все-таки за что отвечает слово «инжиниринг»? Что вы делаете с мембранными системами? Что мы делаем с мембранными системами? Обычно сигнальные белки очень подвижны, а для кристалла нам нужен очень гомогенный и стабильный образец. Поэтому мы его должны как-то модифицировать, что-то отрезать, что-то добавить. И вот это вот в том числе одна из... В этом и заключается инжиниринг. Но не только в этом. Мне просто на самом деле всегда очень нравится именно вот так, когда можно что-то переделать в биологических системах. Вот, да, группы анализа инжиниринга мембранных систем Московского физико-технического института. Ну или ВИСТЕХ, как-то все знают, или МПТИ. Вот, также, соответственно, мой постоянный коллега Дмитрий Лебедев из Института биорганической химии Иран. Ну и я, аспирант факультета биоинженерии и биоинформатики и в future biotech life Артур Залевский. Вот, спасибо, ребят, что вы нас смотрели. Значит, подписывайтесь на наши каналы, подписывайтесь на биомолекулы, подписывайтесь на соцсети, Facebook, Twitter, ВКонтакт, Telegram, везде, где только можете нас найти, чтобы не пропускать анонсы стримов. Кстати, кстати, уже на самом деле в эту субботу мы будем стримить снова из Санкт-Петербурга с нашими друзьями, с лекториями дач. И это будет лектория, посвященная психологии. Вот, там будет очень круто. Я, собственно, туда поеду именно для того, чтобы застримить для вас это мероприятие, так что присоединяйтесь, не пропускайте анонсы. Все, спасибо, ребят, что вы нас смотрели. Все, всем пока. Пока.